Микс Ньюс Сегодня у нас в гостях бывший министр здравоохранения Анда Чакша. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете сейчас то, что делает нынешнее руководство Министерства здравоохранения? По вашему мнению, достаточно ли этих мер? Насколько то, что сейчас делается, способно остановить эпидемию? Или можно сделать еще что-то? Ну, я бы сказала так. Если мы смотрим на то, что происходит вообще в мире и тщательно в Европе, то мы видим, что везде это очень-очень трудная ситуация и новая ситуация для всех систем. Ну, конечно, всегда в сравнении легче как-то видеть, что происходит у нас. Я бы сказала, так постепенно, как у нас появляются новые заболевшие, это очень хороший результат. Всегда хотелось бы что-то еще больше, но мне кажется, это не время для критики. Это время для того, чтобы было хорошее здравоохранительство. И то, что я больше всего вижу, может быть, как такой немножко минус, что то, что у нас не действует во время не кризиса, не действует, конечно, и во время кризиса. И поэтому самый дольший период, наверное, был, чтобы отрасли начали работать вместе. Ну, не каждая по себе. То, что изначально очень видно было, что здравоохранение работало одно. Ну, пыталось покрыть полную площадь, начиная с неотложной помощью, эпидемиологами, что не начали работать и другие отрасли также. Может быть, потому что здравоохранение более готово к разным ситуациям, потому что такие поменьше эпидемии, конечно, были и раньше. Ну, что вы можете сказать по поводу вообще работы? Она происходит активно. И там вот в воскресенье, например, вчера собирался кабинет министров, потом пресс-конференция. Но, в общем-то, можно увидеть, что у людей теперь нет выходных, наверное, у всех, в том числе у людей, которые принимают главное решение. Я думаю, что когда мы работаем вообще из дома и в таком онлайн-режиме, работа всегда немножко начинает быть такой, ну, всё время работа. Но, конечно, при этой ситуации очень важно, что кабинет министров всё время активный и собирается, когда это нужно, а не ждёт, скажем, там понедельника. И все эти заказы или всё, что было принято, они очень важны как реакции на то, как реагирует общество или не реагирует на уже принятые меры. Потому что в этот момент очень, ну, я бы сказала, самое важное вопрос — никто меня зарядит, а как я бы могла кого-то бы не зарядить? И как мне больше оставаться в той зоне, где я безопасна для других? Из-за этого я считаю, что работа очень активно происходит, особенно, я бы сказала, про Арлайт, у министрии, которые делали, мне кажется, огромную работу, чтобы все те, которые хотели возвратиться и ещё продолжают возвращаться, могли это бы сделать. Если поговорить о внутренней системе Министерства здравоохранения, об этом много вопросов, не так много ответов, как хотелось бы, наверное. Мы знаем, что с субботы на воскресенье большой груз из Китая прибыл для того, чтобы пополнить запасы для медиков, масок, перчаток и прочего. И, конечно, в самом начале, когда только начались у нас эти меры по ограничению и начало возрастать количество заболевших, стал вопрос по поводу этих аппаратов вентиляции лёгких, которые у нас были, какое количество, в каком состоянии, сколько надо ещё. Ну вот на сегодняшний день с той информацией, которая вам известна, насколько у нас система готова, насколько люди обучены для того, чтобы работать с этими системами? Ну, скажем так, у нас система, она готова, но ограничена на конкретный объём людей. То, что мы видим и в Италии, и в Германии, и также в Великобритании, при конкретном объёме одномоментных заболеваний все системы начинают ломаться. Из-за этого так важно, чтобы люди не контактировались, чтобы была эта дистанция, чтобы система могла постепенно принять новых заболевших. Но если мы говорим про защитных, то, что с масками, бриллами, все эти специальные терапии для медиков, это, конечно, на данный момент, я бы сказала, одна из самых больших проблем, потому что то, что я видела, это некоординация между больниц. каждый немножко по себе всё это пытался как-то достать, но, слава богу, я бы сказала, сейчас уже этот общий закуп, который доставит защитные инструменты для медиков. Если мы говорим о вентиляционных аппаратах, то, конечно, никто не держит… Они очень дорогие по своей сущности специально такие аппараты и не действуют с ними. И в этот момент я считаю очень позитивным то, что нашли всех тех аппаратов, которые, может быть, как-то поломались, и всех их чинят и ставят на месте. И не только суть в аппаратах. Очень важно, что в больнице построены правильно и там везде подход к кислороду, потому что один из таких главных моментов, чтобы был этот подход к кислороду. И даже можно использовать не такие большие аппараты, есть и портативные аппараты, которые тоже, как я знаю, закуплены. Вот у нас слушатели, уже зная, что вы будете, и на выходных ещё озадачился вопросом, есть ли у нас запасы медицинского кислорода, как газа. Такое у нас существует, что это для тяжелобольных, это принципиально важный вопрос. Я думаю, что есть. Насколько много этот запас, я вам не отвечу. Но эта доставка всё время происходит с большими компаниями. И я думаю, что тут не должно быть больших проблем. Ну, это, наверное, один из вопросов, которых нужно задать Министерство здравоохранения. Ещё, наверное, один вопрос, который многих волнует. Мы уже затронули, что не на всех может хватить, например, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, не на всех может хватить каких-то средств лечения. И тут возникает этический вопрос, медицинская этика, кому врачи будут помогать в первую очередь, кто как раз будет тем, для кого это будет предоставлено. Вот как эти вопросы решаются? Ну, вы знаете, у нас на сегодняшний день очень мало этих очень тяжёлых случаев. И только мы можем сделать так, чтобы эти случаи поступали постепенно и очень медленно. Почему это нужно? Чтобы для всех хватило этих аппаратов. Что произошло в Италии, как мы видим? При числе, когда объём пациентов более, чем система может их принять, они должны принять решение. И это уже пишется алгоритм, каким пациентам помогаем первично, которым уже потом. Это называемая кара медицины, в принципе. И когда триаж или это раздел пациентов уже по тому, как хорошо можно будет лечить. И тем, которые более перспективны, конечно, тогда помощь даётся в первую очередь. Что можно сказать про старшее поколение, которое является группой риска, из-за которых, в частности, например, в Даугавплсе сразу отменили льготы на общественный транспорт в Риге чуть позже. Но, в общем-то, это практика, которая по миру существует, чтобы этих людей как-то ограничить в передвижении. И в Москве, например, после того, как отменили льготы в пятницу, на следующий день несколько десятков тысяч пенсионеров всё равно пытались попасть в метро, куда-то поехать. Ну, как бы людей, то ли они уже отчаялись, то ли у них уже какое-то представление, что мы уже пожили, или нам ничего не страшно. Почему их не заставить проводить время дома, хотя они как раз-таки являются теми, кто нужен? Ну, знаете, это такой вопрос, ну, как так одномоментно переучить людей, ну, как-то, доработать, да, или венюрить, чтобы было по-другому, как она была до этого. И думаю, что это не такой вопрос, что мы можем сразу один момент, это их переучить. Но то, что очень важно, то, что делается с медиами, этот момент, что много рассказывает, почему так важно, чтобы оставались все дома, не только пожилые, но, в принципе, самоизоляция происходила во всех уровнях. И тут через молодое поколение, которые не хотят, конечно, терять своих бабушек, дедушек, у нас тоже старая бабушка, которая, мы вообще не заходим к ней, мы несем только продукты, оставляем перед дверью, и она сама никуда не выходит, и только получает продукты и за дверью. И мне кажется, это, ну, немножко на этот момент может быть и ответственностью молодого поколения, ну, разъяснять. Почему? Потому что для старшего поколения, может быть, это не кажется так ужасно, может быть, кажется, что... Ну, не все понимают, как это заразительно, и какие могут быть последствия. И, я думаю, разъясняющая работа, но, конечно, она не работает так на миг. Жёсткий карантин, к которому постепенно, я понимаю, приходят многие страны, они после долгих колебаний всё-таки принимают решение и при помощи полиции, где-то в странах используют даже армию для того, чтобы заставить население сидеть дома. Вот насколько эта мера нужна Латвии, ну, как ограничение распространения действительно инфекции? Мне кажется, очень хорошо господин Перевозчиков разъяснял эти стадии, какие меры принимаются. И, конечно, очень трудно, нет такого тщательного индикатора, вот на сегодняшний день мы уже закрываем, скажем, всё, или мы ещё что-то оставляем работающим. То, что важно, мне кажется, ну, с самого начала, что мы не так как будто отрезаем собаке этот хвост по маленькому кусочку, но если мы говорим, что нельзя вместе там идти в магазины или в кинотеатр, то это сразу говорим, и люди очень чётко понимают, что надо самоизолироваться и оставаться дома. Для нас, я думаю, то, что, ну, многие всё-таки живём, скажем там, за городом, и, ну, Лаоку районос, это концентрация людей меньше, из-за этого, конечно, мы немножко, ну, как по натуре защищены, но в больших городах, где концентрация людей побольше, очень важно, чтобы эти все ограничения были, ну, тиктуевые вороты, да, чтобы люди всё-таки, ну, не было такого высокомерия, что это меня как-то не касается. Это, может быть, на этот момент не касается тебя лично, но ты тоже ответственен за то, чтобы кого-то не заразить. Это очень важно, чтобы в этот момент мы поменяли этот вопрос. Не кто меня заразит, а кого я могу заразить. Из-за этого и все эти меры принимаются, чтобы, ну, та часть, которая, может быть, не так хорошо понимает и не хотят принять, всё-таки, ну, оставались дома. Вот пришёл вопрос к нам на СМС, спрашивают, почему всё-таки, поскольку у нас самое большое количество всё-таки заражённых, это люди, которые заразились за пределами страны, и при возвращении, в других странах очень жёстко сразу же сажают на карантин этих людей, и это очень жёстко контролируется у нас. Ну, вот слушатель, во всяком случае, пишет, что люди многие спокойно совершенно отправлялись в торговые центры, ну, приезжая в Латвию из-за границы, отправлялись затовариваться продуктами в торговые центры, и таким образом, если человек вот был инфицирован, он мог совершенно спокойно заражать других людей. Почему это не контролировалось достаточно жёстко? Ну, тут я могу согласиться. Это началось делать слишком поздно, потому что, ну, уже последние дни это контролируется более жёстко. Но надо помнить, что это новая ситуация для всех. И, как я уже говорила, я думаю, что это сотрудничество между отраслями, может быть, не сработало так хорошо и сразу, как бы хотелось, потому что, ну, мы не можем спрашивать, чтобы всё сделала система здравоохранения. И немножко это, ну, мне кажется, сразу не сработало. Сейчас это происходит, но я согласна, это могло быть жёстче, но из-за этого всё равно не отменяется то, что сейчас мы должны все сидеть дома. Ну, об этом, кстати, вот сегодня с утра уже главный инфектолог Министерства здравоохранения Ога Думпис, наверняка вы тоже с ним знакомы, как раз сказал, что если большая часть будет соблюдать эти правила, то, во-первых, полиции будет легче контролировать того, кто не соблюдает эти правила. Ну и, в общем-то, вся ситуация, ну, не будет, наверное, более строгих правил, если мы уже существующие будем соблюдать. Конечно, это уже изначально. Мы могли вообще более таких ограничений не вставлять, если мы как индивидуальности понимаем, что надо соблюдать уже сказанное. Но так как вы видели, это не всё соблюдается, то, конечно, жёстче становится и правило. Я просто хочу сказать, что распространяются сейчас по интернету, и я сам видел, что моим знакомым приходили, они говорили всевозможные видео. Люди, которые практически отрицают, скажем, существование коронавируса и говорят, что это всё фейк, это всё попытка создать тоталитарное общество с контролем. Ну, то есть вот такого рода идут вбросы информации. Вот ещё раз, может быть, для тех людей, которые готовы поверить таким, что можно ответить? Я начну, наверное, над всеми какими-то событиями. Есть такое дуальное мышление. Даже если мы говорим про вакцинацию, у нас есть люди, которые серьёзно верят, что вакцинация — это плохо. И также в этот момент, когда появился новый вирус, тем, скажем так, трудно принять, что такое может произойти. Они как бы конструируют для себя такую защиту, и появляется такая «велми домашина», что это что-то конструированное, из-за этого, мне кажется, очень важно, чтобы, если кто-то следует такой информации, проверить ресурс, откуда такая информация идёт. И тогда очень, ну, скажем, иногда не очень быстро можно найти, что это итог. Ну, а вот сейчас информация, что не вся эта информация хорошая, но важно всё-таки проверить, откуда такая информация идёт, и довериться той информации, которая идёт из, ну, всё-таки, зенат, нескепам, атотем, ракстем, и также наши профессора, и эпидемиологи говорят. Я думаю, что это, ну, такая полная хорошая информация, которая даётся. Возвращаясь к правилам, чуть-чуть ещё хотела уточнить у вас ваше мнение. Как быть? Наверное, многих людей просто смущает та ситуация, что вроде как просят, например, не выходить, не ходить в общественные места, при этом, например, торговые центры на неделе всё-таки открыты, или там какие-то кафе, рестораны, большая часть, конечно, закрыты, и сейчас мы видим поток доставки домой всевозможный, но всё-таки есть рестораны, которые открыты, и как бы у людей может быть тоже такое двоякое мнение, вроде как надо сидеть дома, но вроде как не закрывают же, значит, вроде как и можно. Ну, да, трудный вопрос. Ну, скажем так, то, что мы видим, если из семьи один идёт в магазин, то это всё в порядке, но всё-таки люди всё же продолжают идти с семьями, даже продуктовые магазины, и как-то кажется, что самое главное, что мы можем делать, это развлекаться, и это время в магазинах. Также я думаю, что есть рестораны, которые открыты, потому что есть люди, которые продолжают работать, и они должны работать, и из-за этого может быть ресторан открыт, чтобы готовить и эту доставку домой везти. Если кто-то там один-два заходит, я думаю, что это не самый большой грех, но в принципе, я думаю, что больше эти рестораны и кафе открыты из-за того, что они работают, чтобы доставить эти продукты. Но одна вещь, может быть, люди, конечно, выходят, потому что это очень большая эмоциональная нагрузка, и из-за этого, я думаю, что надо использовать, есть телефоны, телефоны кризиса, где можно позвонить и поговорить об этом, потому что не все, конечно, рады, что сейчас должны сидеть дома вместе с семьёй, с детьми, что в таких моментах, скажем так, очень трудно, и из-за этого я немножко на этот момент боюсь про насилие, про насилие в семье, про насилие над детьми, которое может произойти при такой очень большой эмоциональной загрузке. У нас есть звонок, я напомню, что телефоны в студии 67212-9399, 67213-9399. Доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Когда я... Алло. Вы слышите меня? Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос, Анда Чакша. Когда я смотрю на вас и соратников по вашей коалиции, я думаю, что если есть на свете людоеды с человеческими лицами, то это вы. Нет, давайте вот мы не будем переходить на личности, говорить всякие оскорбления. По поводу насилия хотела я продолжить. Вы не так давно создали группу рабочую в СЭИМе как раз-таки по вопросам гендерного равенства, репродуктивного здоровья, что тоже сейчас тоже так обсуждается кто-то там с хихиканьем, кто-то серьезно, что действительно, ну, момент, ты не знаешь как, это и повышение насилия, которое уже зафиксировали, именно Благ говорит, что действительно насилие в семьях повышается. При этом это как бы время, когда люди тоже как-то проводят время вместе и, возможно, там, ну, чаще и интимнее это время проводят. Что по этому поводу, какие у вас мысли? Ну, так и есть. Это ситуации, ну, как мы говорим всегда, что насилие любит тишину, и это такое время, когда люди вскрыты в своих домах, и насилие, в принципе, может себя виднести ну, таким большим объемом, и из-за этого очень важно, чтобы, ну, те люди, у которых, ну, есть такие подозрения, что, может быть, это где-то по соседству тоже происходит, все-таки сообщали об этом также полиции. Так что мы слышим, что из полиции тоже, что повышается объем вызов на таких ситуациях. То, что эти люди могут взводить и кризисный центр Скалбес, и центр Марта, где есть помощь и по телефону, и есть вариант, как, ну, выбрать опору, или вынять из семьи, чтобы не было такого. Очень понятно, что если до этого кризиса была тенденция к насилию, то эти конкретные обстоятельства, конечно, это только ну, востопренно, да, это становится еще больше, потому что включение ну, маленьких квадратных метров это только усиливает, и людям, которые, ну, с этим не работали, сейчас это просто еще труднее. Я считаю, что Франция пошла на то, что в аптеках есть как бы ну, пункт, где можно ну, позвонить и думаю, что нам тоже надо будет думать, как лучше помочь тем, ну, людям, которые могут пострадать с насилием. И также надо думать о детей, потому что сейчас обучение дома, и весь, вся эта эмоциональная нагрузка очень-очень большая. У вас тоже дети, как вы проходите? И вы сама из самоизоляции, мы знаем, из-за каких событий и тесты тоже наверняка проходили на коронавирус и закрыты были? Скажем так, я уже с самого начала очень четко, ну, скажем так, работаю на то, чтобы дневной режим был даже строже, чем он был до этой самоизоляции, потому что когда сидишь дома, время ну, протекает как будто между пальцев, если ты четко не работаешь по графику. и там и обучение, потому что это первая неделя уже прошла обучение онлайна в школе, и маленький ребенок, который тоже очень хочет внимания. Из-за этого я скажу, что это нелегко, но это очень важно, чтобы был такой, ну, как график, да, что вы действуете по конкретному графику. самое трудное для детей, что они сейчас выбились из такого нормального графика, что они встречают друзей, что они выходят там на спортзанятия, и что они в своем классе. Это все происходит дома, и там если еще это динейджеры, там родители не самые умные, наверное, на тот момент, кажется, из-за этого ну, очень так четко, и всем это поставить и на стол, что да, такая ситуация, мы все должны в этот момент хорошо сотрудничать, чтобы хорошо пережить эту ситуацию. Я напомню, телефон на прямого эфира, еще есть время задать вопрос, 67212, 67213, 93, 9. А, сорвался пока телефон, но есть звонок, здравствуйте. Здравствуйте, я хотел бы все-таки задать вопрос. Давайте. Скажите, пожалуйста, чем вы руководствовались, когда будучи министром здравоохранения, хотели лишить медицинского обслуживания 30 тысяч человек, положив бюджет миллиардный, 7 миллионов, что составляет 0,7 процентов, вот чем вы руководствовались? Не совсем понял вопрос, честно говоря. Я, наверное, тоже нет, но то, что я считаю, что смотря на тот ресурс здравоохранения, какой он на сегодняшний день, то, что очень важно, что пациент от ИКП из нашего общего продукта был нормальный, чтобы мы были в таких ситуациях и нормальных ситуациях более с хорошим ресурсом. Мы видим, что на сегодняшний день у нас не хватало врачей и медсестр, уже не хватало, а сейчас их не хватает еще более. и уже в связи больше данной ситуации я бы хотела обратиться тоже к людям, что у нас мало врачей и медсестр, их было мало до кризиса, но сейчас очень важно, что мы их защищали, чтобы они не заболели в первую очередь, потому что они в самой большой зоне риска, и если мы не рассказываем правду, иногда хотим его видеть, а не позвонить по телефону, то мы можем быть этим очагом, который заболевает или переносит инфекцию к врачам, а там это распространяется, и потом уже очень многим людям не будет, кто нас лечит. Это та ситуация, которую мы в разок навидели, один врач, который за собой несколько попрощил. Да, здравствуйте. Ну, не только резик, но мы видим также в больнице страдания уже, так что это очень важно. Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста, это я обращаюсь к нашему слушателю. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать тем людям, которые не могут выходить, потому что в зоне риска и больны, и кто им принесет, если некому им принести? Ну, мне кажется, некому. зайдя в... Одну вещь, я много тут говорила про медиков и полицию, но мне кажется, что социальные работники сейчас делают очень огромную работу. Это в связи с Арпаш Валдыиба, муниципалитетом, и я думаю, что все, ну, Висус Паш Валдыиба, мне кажется, сейчас работает, чтобы помочь людям, которые в зоне риска, и надо найти конкретный телефон, чтобы позвонить, и социальные работники, наверное, помогут. Есть сейчас и общество волонтеров, которые тоже помогают и подводят и еду, и все, что нужно. Я назову номер Рижской думы Департамента благосостояния 8400 8200. Это телефон, по которому можете звонить, и как раз-таки на все эти вопросы вам там ответить. Был вопрос еще по СМС, спрашивают, появятся ли все-таки в свободной продаже маски, которые вот все время были дефицитом, потому что, пишет нам слушатель, его даже пугает, что продавцы в крупных торговых центрах все равно сидят без масок, а ведь они находятся тоже на постоянном потоке людей, любой, кто чихнул на них, заразил, и дальше они начинают заражать уже по цепочке всех, кто проходит мимо. То есть вот этот вопрос. Да, это нехватка защитных масок, это очень трудный вопрос. Конечно, очень важно, чтобы вся защита была для медиков, для полицистов, для социальных работников, но также для продавцов. Конечно, сейчас это новая доставка, насколько я понимаю, больше идет на медицинских работников, скажем так, для тех, которые, ну, как жители идем в магазин, мы можем использовать любые маски, которые хотя бы задерживают это наше чихание, но я думаю, что недостаток масок это не только у нас, мы как видим, это очень трудный вопрос во всем, во всей Европе, и, конечно, я не могу сказать, что они будут так легко доступны в ближайшие дни. Вопрос по поводу зарплат у меня. Вот сейчас достаточно быстро приняли решение, что на 50% будет надбавка тем, кто на первой линии фронта в помощи, и, в общем-то, нынешняя глава Минздрава Илзе Винкел говорит, что этот вопрос не оставят и будут решать в том порядке, в котором было задумано по поводу 20% может ли тут что-то измениться кардинально, быстро принимать решение, потому что мы сейчас видим, что, грубо говоря, не на тех ставки делали до этого. Да, то, что, как я говорила, я считаю, что общий объём финансирования для здравоохранения недостатен, и очень долгие годы было недостатен, этот данный момент, мне кажется, решение про ПЕМАКС было очень правильным, потому что, конечно, несмотря на всё, мы общие лодки, чтобы у нас очень большая часть людей сейчас остаётся вообще без зарплаты, возможно, и из-за этого эти изменения, чтобы они могли получить 75% из своей зарплаты, ну, не более 700 евро. Но после кризиса я считаю, что и при восстановке экономики, конечно, этот вопрос опять, я бы сказала, как приоритет на столе, потому что я всегда была о том, что здравоохранению должно быть нормальное финансирование, и это значит и зарплаты, и для медикаментов, и для того, чтобы пациенты могли получить своё лечение. У нас есть звонок, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Господа Чакша, ваш коллега и в то же время председатель профсоюза медиков, господин Кирис, выдал как-то фразу, Латвия скоро превратится в страну с хорошо охраняемым кладбищем. Вот, как мне кажется сейчас, вот, это первый звоночек о том, что надо меньше всего думать, как бы сказать, о том, чтобы покупать ржавую военную продукцию, а думать о том, как будут жить люди здесь вот сейчас. И когда вы говорите, что у нас нехватка врачей, то медсестёры, врачей, нехватка, нехватка, так об этом вот этот вот господин Кирис и все время и все остальные. А ваш вопрос вот какой? А мой вопрос-то, почему вот когда вы были у власти, сейчас вы в оппозиции, почему так остро не ставили этот вопрос? И почему вот... Хорошо, да, спасибо, я понял. Ну, наверное, во-первых, я бы сказала, самое большое прибавление в денежном смысле было во время моего министерства, но то, что я хотела сказать, если вы... Мне кажется, этот очень хороший момент, вы можете посмотреть на все системы Европы, здравоохранения, и несмотря на то, какие они хорошие, они ломаются. И тут я бы в первую очередь вообще говорила бы о том, что у нас очень хорошая деятельность эпидемиологов. Мы работаем еще по очень таким конкретным методам, и то, что нам помогает, это очень хорошая развивка конкретного случая, и особенно это начало было очень-очень важным. Но если мы говорим уже о том, что будет, если будет одновременно много пациентов, то уже на сегодняшний день мы видим, что ломается и система Великобритании, Италии, Германии, это везде, потому что ни одна система не подготовлена для того, чтобы сразу лечить всех, всех. Это невозможно так подготовиться. То, что мы можем и чем я рада, что мы готовы, как меньше или как можно медленнее это все замедлить, чтобы эти двери были такой шириной, что система сможет с ними работать и помочь. Опять-таки вопрос может быть достаточно глупозвучащий, но он существует в обществе тоже. Зачем бороться, если все равно вирус не остановить и через какое-то время возможно вспышка и в общем-то мы понимаем, что случаи наверняка все равно будут происходить. То есть не проще ли переболеть всем? Нет, опять же, у нас почему? С одной стороны, мы увидели, что Великобритания шла этот путь, но через несколько дней все-таки поменяла свой путь и поняла, что так нельзя. И если мы смотрим на нашу популяцию, то у нас достаточно много людей в старческом возрасте и сеньоров, также достаточно много людей с побочными заболеваниями, которые в молодом возрасте, потому что если мы смотрим на рецепты, уникальные рецепты для медикаментов, которые компенсированы и которые нам дают да, у нас, к сожалению, у нас почему-то прерывается связь, видимо, все начали выходить в интернет. Госпожа Тракша, слышите ли вы нас? Очень. То нам надо быть готовым, что мы должны защитить своих людей и это значит самоизоляции и все-таки все эти меры предохранения, потому что если мы дадим вирусу так просто пойти, то это уже как, ну скажем так, большая такая очистка, там уже никому никто не сможет тогда помочь. То есть через какое-то время, например, через год, через два случаи коронавируса все равно будут встречаться, но уже такой реакции острой не будет? Знаете, мы сейчас не знаем, потому что этот вирус самый большой незнаемый о том, какую реакцию он дает, какой иммунный ответ, как много с ним можно заболеть один раз, два раза, три раза. И когда будут эти ответы, тогда мы можем уже немножко быть спокойнее. почему такой, скажем, и стресс? Из-за того, что это такой враг, которого мы совсем не знаем. Мы его изучаем, но это не идет так быстро, как бы хотелось. Очень многие сейчас над этим работают. Есть какие-то первые результаты, но все равно у этого врага много лиц, и мы его еще не знаем. Вот буквально вчера Трамп, по-моему, выступал, обращался к нации, и у него прогноз был, что все-таки к июню ситуация должна нормализоваться. Вот как вы считаете, это попытка успокоить или, в принципе, есть надежды, что летом вспышка заболевания пойдет на спад? Ну, я бы не хотела такие прогнозы делать, несмотря на то, что происходит в Америке, и я сочувствую, потому что я вижу, что там болезнь распространяется очень быстро, и система очень не готова, чтобы помочь людям. Я надеюсь, что в Европе эта вспышка могла бы успокоиться, но я думаю, что самоизоляция или такое дистанцирование у нас будет какое-то продолжительное время, пока мы найдем как с этим врагом бороться, правильно. Госпожа Чакша, наверное, уже последний вопрос. Время заканчивается. Ну, вот еще неделю назад депутаты Сейма проходили тестирование и предполагалось, что с этой недели вы начнете работу уже очно, да, не по скайпу. Какие прогнозы на сегодняшний день с учетом введенных ограничений два на два и какие вам даны рекомендации? Встретятся ли депутаты вновь очно или все равно это будет продолжаться с помощью скайпа, зума и прочих платформ? Сейчас все мысли о том, что все-таки мы будем дистанцированно говорить и ищется вейды или как мы можем работать дистанцированно, не идя вместе, потому что все-таки мы тоже каждый ответственен за то, чтобы не зарядить другого и также подвергаемся тем, тем, что все власти введено сейчас. Спасибо бывший министр здравоохранения, ныне депутат Сейманда Чакша, здоровья вам, всего хорошего. Спасибо, здоровья вам, до свидания.